К концу дня 15 февраля войска 40-й армии очистили от противника юго-западную, западную и северо-западную части города. С востока и юго-востока в Харьков входили части дивизии 3-й танковой армии. По воспоминаниям харьковчан, выживших в оккупации, советские войска входили в город измученные и уставшие. Техники было мало. Артиллерию тащили не только лошади, а даже валы. Получив донесение о том, что танковый корпус СС не подчинился его приказу, Гитлер пришел в ярость. Через несколько дней командующий харьковской группой войск генерал Ланс был заменен генералом танковых войск Кемпфом, и данная группа войск получила официальное название армейская группа Кемпф. Манштейн 19 февраля отдает приказ 4-й танковой армии о контрнаступлении с целью уничтожения 6-й советской армии, наступавшей через Павлоград на дне Пропетровск и армейской группе Кемпф перекрыть пути продвижения советских войск Днепру, севера через Красноград и Кременчуг. На рассвете 20 февраля части 1-го танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса переходят в наступление против войск Юго-Западного фронта, и дивизия СС Рейх наносит глубокий удар во фланг 6-й советской армии. При поддержке авиации танковые корпуса стремительно продвигаются вперед, и 23 февраля части 1-го танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса соединяются в Павлограде и надежно окружают два танковых и один кавалерийский советские корпуса, которые шли на дне Пропетровской Запорожья. Генерал Попов еще в ночь с 20 на 21 февраля запросил Ватутина санкцию на отход его танковой группы, но согласия не получил, и теперь окруженные войска спасти не представлялось никакой возможности. Ватутин только 24 февраля наконец осознал всю меру заблуждения и понял замысел Манштейна, который дал возможность советским войскам двух фронтов ввязаться в сражения, остаться без резервов, и только тогда он нанес контрудар. Теперь Ватутин поспешно приказал группе армий приостановить наступление и перейти к обороне, но уже было поздно. Танковая группа Попова была полностью разбита, а 6-я армия находилась в отчаянном положении. Крупные ее части были отсечены и окружены. Группа Попова попыталась прорваться на север, но у них осталось лишь несколько танков без топлива и боеприпасов. Не было также артиллерии, и немцы пресекли эту попытку. Чтобы облегчить положение своих армий, Ватутин запросил Ставку интенсифицировать наступательные операции на южном участке фронта на Миусе. Но эти операции также закончились полным провалом. Части 4-го механизированного корпуса, прорвавшие позиции немцев у Матвеева-Кургана, были окружены и почти полностью уничтожены или попали в плен. А части 8-го кавалерийского корпуса, прорвавшиеся за линию фронта у Дебальцева, также были окружены, разгромлены и попали в плен. Передовые части немецких войск, подавляя последние очаги сопротивления в районе Красноармейского, 23 февраля широким фронтом, обтекая Боровенково, двинулись на север и запад и преследовали отступающие советские части. Инициатива окончательно перешла к немцам, и советские войска не имели возможности установить новую линию обороны. 25 февраля дивизии Рейх и Тоттенкопф в ходе ожесточенных боев заняли Лозовую. Стремительно наступая, танковый корпус Готтеп преследовал отступающие советские войска, их окружали и уничтожили до того, как они достигали Северского Донца. В результате прорыва Советского фронта у немецкого командования появился шанс вновь овладеть рубежом по Северскому Донцу и зайти в тыл советской группировке в районе Харькова. Вечером 28 февраля 40-й танковый корпус уже широким фронтом был в районе Северского Донца, южнее Изюма, на позициях, которые оставил в январе во время зимнего наступления советских войск. Танковая группа Попова, мощное передовое соединение фронта, просто перестала существовать. Оставила на поле брани между Красноармейским и Изюмом 251 танк, 125 противотанковых орудий, 73 тяжелых орудий и 1000 убитых. За три недели боев советское командование понесло ужасающие потери. Были практически разгромлены 6-я и 69-я советские армии, 3-я танковая армия и танковая группа Попова, 6 танковых корпусов, 10 стрелковых дивизий и полдюжины отдельных бригад были ликвидированы или понесли тяжелейшие потери. И это была фантастическая победа Манштейна. Самая большая угроза немецкому Восточному фронту с начала кампании в 1941 году и угроза полного уничтожения южной группировки были предотвращены. Были также ликвидированы последствия поражения немцев в Сталинграде. Немецкие войска начали наступление на Харьков 4 марта с южного направления. Против остатков 3-й танковой армии и 40-й и 60-й армий наступали танковый корпус СС Хаусера и 48-й танковый корпус 2 танковые и 1 моторизированная дивизии. Под надеском немцев советские войска начали с 7 марта отход к Харькову. После разгрома ударной группы 3-й танковой армии танковый корпус СС Хаусера был нацелен на обход города с запада и 8 марта вышел на западную окраину. По приказу Хаусера Харьков был блокирован с запада и севера дивизиями Лейбштандарт и Рейх, которые начали с тяжелыми боями передвигаться к железнодорожному вокзалу для расчленения обороны города. Город решили брать не фронтальным наступлением, а отрезав защитников города от возможности получения подкреплений севера и востока. В Харькове 14 марта были окружены 3 стрелковые дивизии, 17-я бригада НКВД и 2 отдельных танковых бригады. С 12 марта в городе начались ожесточенные уличные бои, продолжавшиеся 4 дня. Советские солдаты оказывали упорное сопротивление, особенно на перекрестках, встречая бронетехнику немцев противотанковыми ружьями. С крыш домов били снайперы, нанося тяжелые потери живой силе. В конце дня 13 марта в руках немецких войск находилось уже две трети города, главным образом северные кварталы. При этом сопротивление защитников города не ослабевало. В течение 15 марта бои в городе еще продолжались. Дивизия Лейпштандарт проводила зачистку города, главным образом в юго-восточных районах. Дивизия СС Тотенкопф ночью 14 марта прорвалась в Чугуев и, несмотря на активное сопротивление, 15 марта зачистила город. Ватудин приказал 15 марта оставить Харьков. К этому времени гарнизон города был расчленен на две отдельные части. Руководивший обороной города генерал Белов принял решение пробиваться на юго-восток между Змеевым и Чугуевым. Прорыв был осуществлен в целом успешно. Вырвавшись из города и пройдя с боями 30 километров, защитники форсировали Северский Донец и 17 марта соединились с войсками фронта. Генерал Хаузер, который 4 недели назад оставил город вопреки категорическому приказу Гитлера, выиграл эту битву за Харьков за 6 дней и снова его захватил. Это позволило танковому корпусу СС развернуться на север и начать наступление на Белгород, оборонять который было некому и он пал 18 марта. Отбить Белгород контратаками советские части не смогли и с 19 марта на всем фронте наступила пауза, связанная с весенней распутицей. По результатам боев с 4 по 25 марта войска Воронежского фронта отступили на 100-150 километров, что привело к образованию Курского выступа, где в июле 43-го состоялось гигантское сражение. Третья попытка освобождения Харькова также закончилась трагично. Город остался под демцами и разгром советских войск затмил их поражение под Сталинградом. Эта победа вернула войскам вермахта веру в собственные возможности, а советские войска теперь с тревогой ждали предстоящей летней кампании, наученные горьким опытом предыдущих сражений на этом участке фронта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые ролики.